Книга открытым оком. Вопросы по Святой Библии. 366. Книга Откровений, 20 глава, 4 стих. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и душу обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Объясните, пожалуйста, как не принявшие начертания ожили и царствовали тысячу лет, если сама печать будет за три с половиной года до конца света? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это место послужило основанием учения Ахильазме, тысячелетнем царстве на земле. Адольф Гитлер тоже провозгласил свое тысячелетнее царство. Все до единой секты пребывают в этом заблуждении, ожидая, что умершие праведники, то есть они, оживут и будут восхищены вместе с оставшимися в живых в Сретении Господу. За тысячу лет до кончины мира. До последнего дня этой жизни. Библия опровергает это их заблуждение многими свидетельствами и словами самого Иисуса Христа. То, что в последний день будет суд, об этом мы читаем так. Иоанн 12,48 Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Иоанн 19,25 А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Иоанн 6,39 44,54 Воля же пославшего меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я его воскрешу в последний день. Иоанн 11,24 Марфа сказал ему, знаешь, что воскреснет воскресенье в последний день. Слово последний означает то, что за ним уже ничего нет. Последняя страница Библии, последний рубль, последний метр. Господь в притчах показывает, что в последний день будет воскрешение из мертвых. Суд, жатва, восхищение, наступает вечность. Пшеница и плевелы будут на земле до жатвы, и рыба добрая и худая в море до жатвы вместе, и выбирать этот сорняк будут сами ангелы во время жатвы, не раньше. И в начале плевелы и худую рыбу. Не так, как толкуют сектанты, что в начале пшеницу и добрую рыбу за тысячу лет до последнего дня восхитят на небо. В году 365 дней. Умножить на тысячу лет 365 тысяч дней. Вот за столько до последнего дня сектанты суймудрствуют воскресить умерших праведников. Матфея, 13 глава, 30 стих. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам. Соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Матфея, 13 глава, 39 стих. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатвы есть кончины века, а жнецы суть ангелы. Марка 4, 29. Когда же созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва. Тысячелетним царством называется время евангельской проповеди от распятия Христа до воцарения Антихриста. Слово «тысяча» в Библии имеет смысл много. Исход 26. И творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Псалом 89, 5. И перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Псалом 97. Падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Первая смерть Адама духовная в момент нарушения заповеди. Бытие 22, 17. И от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Лука 15, 24. Ибо этот сын мой был мертв, я жил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Ефесянам 2, 5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Первая Коринфянам 15, 23 стих. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Римлянам 6, 23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашу. Вторая смерть телесная, как следствие первой духовной, поэтому 1 Коринфянам 2, 13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. От первой духовной смерти должно быть и первое духовное воскресенье, через рождение свыше. Ефесянам 2, 6. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Печать Антихриста – это не только три с половиной года царствования последнего Антихриста, но и действия многих противников Христа. 1 Иоанн 2, 18. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. 1 Иоанн 2, 22. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Вот и эти Антихристы ставят свою печать на своих слугах, а Бог запечатлевает Своих, тех, кто скорбит о беззаконии в церкви, в государстве, в духовном плане. Иоанн 37, 7. Он полагает печать на руках, на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. 2 Иезекииля, 9 глава, 3 по 7 стих. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвав он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, и сказал ему, «Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». А тем сказал вслух мой, «Идите за ним по горду и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите, старика, юношу, девицу и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от свечилища моего». И начали они из тех старейшин, которые были перед домом, и сказал им, «Оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли и стали убивать в городе. Верные Богу ожили через принятие Иисуса Христа в свое сердце, и царствовали со Христом в этом тысячелетнем царстве евангельской проповеди. То есть это и в наше время. Царствовать – значит господствовать над чем-либо, в данном случае над грехом. Откровение 1.6. «И соделавшим нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, славы и державы во веки веков. Аминь». Откровение 5.10. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». 1 Петра 2.9. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой свет». Бытие 4.7. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Римлянам, 6 глава, 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». В Откровении 24 речь не о последнем Антихристе и не о его печати.